Свои два года Кассандра знает десятки команд. Острым умом она отличалась еще будучи щенком, рассказывает хозяйка. Поэтому и собачью карьеру Елена Калашникова определила безошибочно, отдала пса в школу спортивного собаководства. От других учеников Кассандру отличает чип, который ей установили еще в прошлом году. Такая метка – обязательное условие для участия в выставках и залог спокойного сна хозяев. Собака приобретает статус, юридический статус. Ведь собака в случае потери, в случае кражи. Владельцу очень сложно доказать, что эта собака именно его. Именно эта собака. А чип позволяет идентифицировать животное. А вот в Омском муниципальном приюте животных маркируют уже давно. Каждую дворнягу стерилизуют, после чего ставят на ухо индивидуальную метку. После процесса стерилизации животного во время наркоза выбривается ушная раковина, на которую мы будем делать отверстие. Соответственно, у нас машинка специальная есть. На каждом таком мини-паспорте специальный номер. Его вносят в базу приюта. Позже, когда собаку выпустят на улицу или отдадут новым хозяевам, ее можно будет легко отследить. Выяснить не только кличку и возраст, но и историю болезней, а также всю информацию о прививках. Действительно, я здесь согласен, что такой закон необходим по той простой одной причине, что не все граждане у нас добросовестны. Для всех волонтеров, зоозащитников нужно даже где-то самим принимать какие-то меры для того, чтобы собаку бирковать. Поскольку именно наличие, на сегодняшний день в городе Омске, это является бирка на ухе, для нас является сигналом того, что собака отлову не подлежит. Обеспечить прозрачный учет животных – одна из главных целей нового законопроекта. В федеральной базе данных соберут все сведения и об их владельцах. Такие меры, как считают авторы инициативы, помогут вычислить нерадивых хозяев, которые своих четвероногих друзей выставили за дверь. А вот сельхозпроизводителям нововведение поможет гарантировать качество продукции. Два основных постулата – это ветеринарная безопасность и качество продукции. При проведении учета данной маркировки в Федеральной государственной информационной системе можно будет увидеть, откуда прибыло это животное, как оно попало. То есть от производства, от рождения этого животного мы можем его увидеть до попадания на прилавки. Способ маркировки хозяева выберут сами. Это может быть бирка, чип, кольцо, электронный ошейник или даже татуировка. Ставить метку на животных владельцам придется за свой счет. Однако по семейному бюджету нововведение, как обещают, не ударит. Самый дорогой чип вместе с установкой обойдется максимум в 350 рублей. Больше заплатят только сельхозпредприятия. Маркировать им придется целые стада и стаи. Причем прочипировать необходимо будет даже пчел и рыб. Метки поставят на ульях и аквариумах. Никита Гайдаш, Софья Халиулина и Денис Лопарев. 12 канал.